А мы едем сейчас с котенком, попавшим в страшную беду. Ура! Котенок приехал. Ох! Поснимай. Да, мне же принеси в рамки. Саждаю палец. Ой, маленький какой! Малюсенький, худенький вообще. Спасибо, что привезли. Давай я возьму. Давай я возьму. Можешь в руку так убрать? Конечно. У меня 27 месяца два. Вот такой он вообще двух. Я думала он больше. Ой, держи, держи. Довила, да? Да, палец. И что я бы не давила? Он не пойдет вот так? Да. Посмотри, внутри все я проложил. Все, Игорь. Три миски, пеленки, и все продезинфицировано. Он прям худющий. Маленький. Ой, блин, не могу. Синеет. И пульсирует. Лед открытый, да только? Вот. Меня трясет. Я не могу. Я почему не могу он нормальный весом пройти? Ой, котенок не убежал. Я его напугала еще больше. Он прямо у основания у меня остался под дверью. Я не могла открыть, потом сообразить. Кому ты звонишь? Кромпункт, если что, рядом. Вот, холодно еще хуже стало. Где он находится здесь? Вот, вот, больница. А, я понял. Да. Поехали. Я не смогу поехать. Давай я. Сейчас я не могу встать, подожди. Чёрный уже. Рапуз поедет? Да. Ах, давай ты мне голова как-то шутся. Прикинь, как им больно было, у них челюсти открывают еще что-то. Ой, шесть. Не убейся. Да не убейся. Такой шесть. Такой шесть. Такой шесть. Что у вас случилось? Палец приморозный. В двери машина закрылась. И она вот так крутилась. Первый раз уже синий цвет на ногти. Все, пошла новая волна. Ну, шила была нарушила питание, сойдет новая волна. А вырастет? Конечно. Слава Богу. Это сойдет новая волна, просто имею ввиду. Жесть. Трещины нет, да? Ну вот, я смотрю, трещина какая есть. Нет ничего. Отлично. Я не поняла, сойдет, в смысле отвалится этот ноготь или сойдет, потом я поняла, что он отрастет. Ну, скорее всего отрастет новый. А я испугалась, что он отвалится снова. Нет. Просто я его валить перестал. Бедный котенок, он еще в шутке не помет, что произошло. Просто с порога. Сторожно. Сторожно. О, херово. Ну, на фотке выглядело хуже. Хуже. Ну, как бы ракурс был такой. Но там так и есть. Не все так легко. Он прям очень маленький. Очень. Он на видео оказался прям каким-то полугодовалым, что ли. А по факту приехал такой помощник. Двухмесячный. Двухмесячный. Он где-то лишь надарахнулся или машина может чуть-чуть его так задела. Чтоб инфекцию не подхватило, везем его в квартиру. Он вышел. Все. Мой друг. Ой, какой он красивый. Это чудо чудесное. Боже мой, какой он худой. Там скелет, ребра торчат. Ой, посмотрите. Ой, такой высыл. Говорит. Я родился. Везет у меня. Тенек. Уголек. Себастьян. Много имен на закрытом. Ой. Предложили. Ну все, пусть вот так едет. Да, осторожно. Осторожно скажем. Может он какать хочет? Или просто путешествует? Ну пусть пройдется. Что он хочет? Куда пройтись хочет? Пусть пройдется. Лишь бы ни мне, ни под педаль. Все. Пусть сидит и гладь. Гладьте меня. Гладьте меня. Он малыш. Он вообще маленький, маленький. Не знаешь, что здесь машина, в которой животное переводится. Пусть он лучше от греха подальше тут сидит. Все малыш, прости. А то в целях тоже безопасность. Так выглядит клетка. Кто там живой? Ой, живой я. Такой смешной, живой. Коробку. Серый. Коробку уберешь. Они все чернышевые такие. Ой, скелет, скелет калины. А вот это ты знаешь, что такое? Знаешь, что такое? Сможешь это поесть? Давай одна штук с ноги. Смотри. Может, прикинь. Ну, больно может быть. Голодный. Представляете? Скажи, я очень голодный. Я скелетик. Вот такой вот скелетик. Ага, Гаяна за то синим ногтем приехала. Ха-ха-ха. Так ей надо, так ей надо. Это было больно. Это было мощно. Я запомню тебя на всю свою жизнь, товарищ. Товарищ, не знаю, как тебя зовут. Пока что. И этот палец долго лечила. Он у меня чуть-чуть горбатый. Вот так растет. Сейчас уже более-менее ровный. Год точно я его мажу. Аркады там специально такое масло. И оно более-менее выравнивалось. И этот же палец надо было, ноготь точнее, в дверь их закрыть. Сонная была. Спать хотела очень. И потом понимаю, что дикая боль. А что произошло, не понимаю. Потом только поняла, что произошло. Надо другой рукой как-то открыть дверь. И понимаю, что прям резко это не получается сделать. И потом пошли американские горьки. Вот с Кристиной разговаривала канал Кошачья история. Она мне посоветовала хорошего врача, который ее кошком вот так натягивал. Даже на голове был открыт череп. Она брала живую кожу, натягивала и приращивала. Так что живое мясо. Мясо сверху кожу. Так что нам нужно именно к ней. К тому врачу, который нашим коксиком, коксиком, слепым котятам удаляла глазки. Она, кстати, это и делала. Ну и все, он будет кушать. Вам не мешать. Все. Всем давайте. Мы будем есть дальше. А завтра повезем на операцию. Я думала, он огромный, а он вон с мою ладонь. Фото, слушай, фото, видео так увеличиваю, да? Собак и кошек. Да, визуально, но скажи. Он говорит, так, я мало ел. Дайте мне много есть. Вон у меня застревает еда. В моей костяшке застревает еда. Вы мне костяшку натяните уже или что? Я не понял. Давай воды пей и натянем тебе костяшку завтра уже. Бедный, он вообще выдержит наркоз. Вот это я боюсь прям. Ему надо как-то промывать. Шприца нет у тебя, Игорь? Только у тебя. Все, Игорь, берегись. Твоя квартира будет. Кошкина квартира. Скоро здесь будет массовое заселение. Кошкинка? Так будет писать в комментариях. Так, шутка. Не пишите такое. Спугнете человека. Ну что ты скажешь по этому поводу? Я скажу, спать хочу. Вот. Хочешь? Да, можно? Да. А это нужное полотенчико? Пусть будет его. Ура! Спасибо. Вот так вот. Ложись сюда. Левочек, товарищи. Сюда ложись. Только туда не какать, а какать. Лоточек не взяли. Какать в другое место, пожалуйста. Вот сюда. Они все прючены, если будет лоток с наполнителем. Ну как они как инстинктивно. Ой, вот и голосок прорезался. Так, это что такое из кино? Ой, что это такое из кино? Какой я красивый. Вообще таких красивых видели когда-нибудь? А я самый красивый котик. Да, самый-самый. Красивый. Красивый, красивый. Только еду у меня забрали, гады. Я столько кушать хотела. Они меня взяли и собрали. Ах! Бессовестные какие. Все. Не дружу я с ним. Не дружу. Кушать кости. Ах! Сейчас покурим. Сейчас нагреться. Покурим тебя. Завтрак для малыша. Он худющий, но аппетит хороший. Молодец чередует. Водичку пьет почаще. Чуть поел и решил уйти. За лазкой. Тихо, 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 тихо. Ой, что тут произошло? Товарищи. Что случилось? По писюкам? А, это покагулка. Пойдем. Там все уже готово. Опа. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Да. Опа. Так, Котофеич, ты готов? А? А? Прям так в клетке и в багажнике. Угу. Что-то нужно. Орал в багажнике. Пришлось его остановить. И забрать с собой. Тут он успокоился. Хоть перестал орать. У нас сегодня тел очень много. Просто. Как мы все успеем? Мы не знаем. Но зато мы теперь спокойные. Молчим. Не кричим. Да? Что еще нужно для счастья? Вот так сидеть. Скажется, нам Игорь Владимирович предоставил полотенчика. Одно, второе. Чтобы мы вот так отдыхали. И не орали. Ой-ой-ой. Там просто кожа прикрылась, да? Да. То есть надо прям натягивать кожу. Да. И там, по-моему, что гниет. Товарищ, у меня два пальца только работают. Давай, мы выпьем таблетку. Ну, он не ест. Я ему сушку даю. А где сушка? Надо сейчас дать. Смотри, как он таблетку хорошо. Просто проглотил вообще без всяких. Слушай, я так не могу таблетки пить. Ну, куда ты на камеру сел? Нет, подожди, товарищ. Так не пойдет. Отойди от камеры, тебя люди должны видеть. Так, ну, у тебя шея прям на глазах уже зарастает. Знал об этом? Так, вот он чихает. Томас, с тобой тоже к врачу надо. Ой, как чешется. Все, молодец, молодец. Отлично. Сейчас воды долью и надо ехать с котенком в больницу. Посмотрите, как он пьет. Пей, пей. А то сушняк один ешь. Пей, 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 малыш. Все, мы с котенком в клинику. Что, товарищ, ты готов на преображение? На самом деле там очень все плохо. Просто оно кожей прикрылось. Я думала, что там не настолько все плохо. Там гниет. И там попа... Ну, нет, в общем, кожи. Просто оно вот так прикрылось. Но не взрослось, и оно гниет. Вот кажется, что у него рот открытый. А у него рот не открытый. У него рот закрытый. И это кожа. То есть я всю дорогу еду, я думаю, блин, боже, боже. Сейчас 15 минут приема врача. Вы представляете, у него все забито весь день. И вот только сегодня в 11 утра вот сейчас окошко появилось. И как раз вот мы едем. Рот как будто открытый. Но он на самом деле не открытый. Там на самом деле, да, все печально. Все плохо до самой шеи. Там все просто гниет. Просто вчера этого особо видно не было. А сейчас мы увидели. Когда посмотрели лучше. Там воняет прям то, что вот оно гниет. Вот эта вонь идет. Скажите, ребята, подписывайтесь на закрытый. Вы чего? Там сразу все выставляется. Подписывайтесь обязательно на благотворительный канал. Чтобы Гайна сборы не делала. Чтобы нас летила, кормила, поила, покупала лекарства. Все дело надо же как-то. И вы там будете смотреть все раньше. Вот вы послушайте его, да. Вот послушайте, он плохого вам не посоветует. Подписывайтесь, посмотрите. Так что мы вас там очень ждем. Кстати, ноготь стал вот таким. Чуть чернее стал. Синее, чернее. Он у меня изначально рос года три уже. Короче, я повредила его вот этими гелями. То, что ногти делала. Гель-лаки, шеллаки. И я все скрывала этими гелями, залечивала. А потом я поняла, что так дело не пойдет. Нужно снимать. Больше не наносить покрытие. И так, слышь, туда вообще нельзя. И лечить. И вот я год его лечу, покрытия не ношу. И взяла об этот же травмированный ноготь, который тогда пострадал, да. Он меня тогда вообще полностью отошел в те времена. И поэтому стал расти очень бугристым таким. Сейчас он еще хорошо выглядит. И вот я его мажу. Он растет более-менее ровно. Ну и вот так постоянно. Я его постараюсь лечить. Перестаю. Если мазать, то опять все ухудшается. Ну, ходила к всяким врачам. Ничего нормального сказать не могут. Это вы нервничаете, трогаете ногтевую пластину. Поэтому он так растет криво. Я говорю, нет, у меня была травма. Нет, нет, нет. Я говорю, да травма была. Ну, от вот этого после лампы. А вот эти ОФ лампы, они горят. Ноготь как горит сильно. Вот. И после этого, ну, был момент, что он полностью отошел. И надо же на этот же палец, на эту же ногу быть. Вот такая травма жесткая. Короче. Вылизываемся. Да, говорит. Ну, все, конечно, да. Но вылизываться по расписанию. Мы должны быть чистенькие. А как-то мы не будем чистенькие. Так, дело не пойдет. Надо, чтобы мы были чистенькие. Правильно? Правильно. Что, подглядывать за мной думали? Не надо за мной подглядывать. Ну, дорогие друзья, мы приехали в клинику. Не стала брать переноску. Он так неплохо себя чувствует. Не вырывается. Хорошо себя ведет. Котенка с дивного забрала. У него кожа с кости нижней полностью отошла. Травма или что, я не знаю. Там... Да. И гниет, воняет. И вот... Можно ли ее как-то пришить обратно? Скорее всего, можно попробовать. Что? Да, зайчику я знаю, что неприятно. Жесть, шесть какая. Ну, можно попробовать. Нет, причем, можно зачистить попробовать. Скорее всего, да. Еще здесь есть живые части. Я знаю, что, так как молодая кость, придется, скорее всего, чуть-чуть насверливать, чтобы ее натянуть. И, возможно, что в два этапа придется. Потому что нижнюю часть она хорошо, скорее всего, прирастет, а верхняя может отторгаться. Из-за того, что там нет даже куда подцепить. Ну да, да. То есть, в принципе, заживали такое уже. Ну, Кристина мне порекомендовала вас. Говорила, что вы специалист. Ну, у нее мы только тогда делали уже. Да. И на голову как-то, на кость. Да. И на голову, да. И на голову, да. В принципе, можно упрость. Единственное, что я же говорю, что, скорее всего, возможно. Котята, в принципе, регенерируют обычно очень хорошо. Но, возможно, что придется дважды подшипать. Сначала один этап. Потому что там еще уже фиброз произошел. Она вниз ушла. Натянулась. Ну да, да. Вот. И, чтобы ее теперь обратно до последовательно натянуть, скорее всего, нужно будет немножко ее расширять. Чтобы она сначала здесь придется, а потом вверх. Ну вот. А так, в принципе, все это, я думаю, поправимо. Сегодня не получится? Сегодня никак у меня уже. Угу. Завтра вам больше. Вот. Давайте завтра. Все, дорогие друзья, нас записали на завтра. Уже не надо будет много дней ждать. На операцию. Чек я что-то не взяла. На 550 рублей сейчас был первичный прием. А завтра будет операция. Сказали, она не будет долгая там. Ой, на даче сейчас сколько дел. Забор, я не знаю, сегодня привезут или вообще не привезут. Как быть с этим? Скажи, точно все будет хорошо? Точно все будет. Тем более, котенок, скажи, на мне зазовет очень быстро. А теперь еда обещанная. А то не кормили. Я тебя прямо сейчас покормлю. 5 часов не ел, бедненький. Я же думала, вдруг кровь возьмут, вдруг наркоз будут делать. Будешь такое есть? Скажи, конечно, я всю жизнь этого ждал. Скажи, вы такие говнючки. Я тут кричал все утро, покормите меня, ну покормите. А Гаяна сказала, никакой кормежки. А вдруг операция? А вдруг взятие крови? И не кормили. А я плакал, плакал, плакал. Вот только сейчас дали. Я сейчас залезу туда. Сейчас мы все съедим. Бессовестные голода. Меня морили подписчики. Скажите, пожалуйста, вот ей хейтеры, вот особенно вас я люблю. Быстрее напишите в комментарии Гаяне. Плохих много, напишите, что она меня не покормила, не пустила. Я пять часов голодал, я и так бедный, голодный ребенок. Гаяна меня пока записала как тенек. Ну разве можно было как тенек записать? Просто в закрытом предлагали и Себастьян, и Зефирчик, и Тенечек. И как только не предлагали. Короче, хотела на квартиру отвезти, потому что нужно сейчас с Томасом заниматься. Нужно, чтобы с Томасом вообще не контактировали. Сейчас Томаса сзади, наверное, повезу. А он пусть пока дома остается. Где-то мы расположились, посмотрите. Где мы лежим? Как мне ехать, товарищи? А ему все равно. Едь, говорит, как хочешь. Смотрите, помимо того, что здесь, еще и здесь я этого не видела. Так, Томаса загружаем. Хозяйка без... Где ее воротник? А ну покажи, покажи. Чешется она, мам? Не знаю. Ой, какой газмор. Ну что, Томас? Помимо того, что удалил те зубы, которые были у нас, у нас еще оставались, не знаю, удаляли ему зубы. Одну четвертую таблетку увеличите до 1,3. Почему? Ну, потому что в ротовую полость, тем более на воспалительные такие дозировки, дозировка 0,12 кг, она почти не есть. По вот этому, по ронке. Да. Здесь дерматит поверхностный. Просто его обрабатывали. Какого-то абцесса, пуск его внутри я не вижу. Да, да. Может быть там на фоне зуда какого-то. Он вообще, он так постоянно обо что-то делал. Просто здесь у него нет ни абцесса, ничего. Это первое. Второе. Может быть такой вариант, что эта кожа сильно тянет, беспокоит, и он идет рио-тазайн. Ага. Такой вариант не исключен. Что ты язык показываешь? А он всегда так делает. Так, мы тебе уколомим, мерчим температуру, но антибиотик еще не делал. Хорошо. Нужно ли показываться? Давайте так. Если у нас все замечательно, рановая кожа зажила, он есть замечательно, мы не показываем. Все. Товарищ Томас, после реабилитации, вот дали шприцы с собой, таблетки увеличим. Какой он скромняшка. Едем домой. Говорят, нужно... Вот, нашли одну бир... А, вы обе нашли? Нет, это старая, нет? Нет, это не обе. А, это вы вообще нашли вчера? Да. Она была в слюнях? Да, лужа была. А, ну, значит, он ее вырвал, он же ее грызть пытался, а потом-то пыталась забрать, и он выплюнул, правильно? Может быть, но лучше бы, конечно... Мы еще раз его проузим. Вот она. Вот так она была. Фух, да мне кажется, это она и есть. Да дай бог. Ну, не знаю. Ну, Кир! Ты не подведи нас, смотри. Ну, сегодня опять лужа была, но... Давай на УЗИ мы тебя еще раз запишем и посмотрим, мой дорогой. Обработала Мартину. Хвост орал как резанный. Хвост-то надо обрабатывать. Тихо. Вот так? Да. Ну, в общем, обработала. Мартин. Мартин. Хороший. Дай я тебе поглажу. Мартин ищет добрые руки. Посмотрите, какой хороший кот. 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 Ищет добрые руки. Сиамец. Красавец. Спортсмен. Хансомол. Заехала купить наполнитель. Купила наполнитель для окошек. Поша закончился. Поша, надо менять. Обкакали все. Он мотается везде с нами в машине. На полик сел. Я говорю, ты че? Какой полик? Постелила ему пеленку. Вот еще одна консерва. Но он ее, по-моему, не особо хочет. Сегодня все препараты на мне и я должна дать Майя. Обычно этим Миша занимается. Сейчас я без одного пальца попробую это сделать. Майя, сможешь с таблетками съесть? Давай, малыш, не подведи меня. Ешь, ешь. Можешь так получится дать. Приходится ее отвлекать. Давай, давай. Ты хорошо вроде такой корм ешь. Вот и ешь. Его тем более тебе назначены. Если она сейчас с таблетками съест, это будет вообще супер. Да, Майя? Сама прибежала к миске. Смотрите, как она хорошо кушает, да? Нормально у нас Майя. Давай, на поправку иди, пожалуйста. Вот если она сейчас сама все съест, будет круто. По-моему, она уже съела. Миша, ты это видел? Вот так? Шах и мат. Первым делом съела таблетки. Ой, молодец какая. Ой, молодец. Ест она сама и прекрасно. Сейчас мы еще воды дадим. Так, хозяйка, я тебя умоляю. А теперь воды. Воды? Ну вот, теперь водички пьем. И так, ну а мы направляемся на участок с вот таким еще другом. Как вам такое, друзья? А? На, 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 на. На, 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 на. Что мы вам даем? Что мы вам даем? Ой, е-е-е, ешеньки. Ну поехали, говорит, ну поехали. Вот самый главный козырный туз. У него самое козырное место. Все. Мы едем, мы едем. Миша с Игорем уже там работают вовсю. А я пока работу здесь сделала. Все. Я тоже еду туда, да. Назад как ходить, так помещать, скажите да. Что? Мы заправились. Воды холодной купила, потому что, когда работаешь, они там работают еще и по жаре. Купить хочется нереально. Так, куда эту водичку складывать? Я не знаю, сзади уже места точно нет. Ну точно нет. Давайте мы как-нибудь покидаем вот так. Оп, оп. А это нам. Оп. Ну что, вы готовы, дети? Да, капитан. Я все слышу. Поехали. Так, мне в закрытом пишут, что уходят. Бар undergo стресс. Вообще, все равно на этих собак он ни разу не зашипел, ничего не сказал, он тут сидит. Ой, мы приехали! Вот специально убрали, надо еще домыть. Ну, смотрите, выпускаем кракенов и пошли! Пошли! Гая, ну это вам ножки. Ножки у этого. Ножки ходят по дорожке. Ой, смотри, смотри. Ой, ой! Ой! Закрой двери. Ну, Герты Пуськиной можно, да. А остальные? Так, остался там котенок. Сейчас я его в дом занесу. Ой, какие вы молодцы. Вы решили продолжить. Они, скажем, что там осиные гнезда сбили. И если сейчас туда собаки зайдут, они их порешают. А что, они меня съедят? Да? А я их... Ты их гнезда сбил? Я их не вижу. А я при чем? Это же ты сбил. Они будут паспорт проверять. Смотрите, они писюкают, они рады. Котенка поселилась здесь. Он уже поел, попил. Не знаю, полегчало, нет? Тебе полегчало? Ой! Тут просто прохлада на улице, жарень. Страшно, сейчас 3 часа дня. Сейчас я буду повесосить. Так, извиняюсь, товарищи, но уборка пришла. Клининговая компания пришла. Можно у вас убраться или нет? Ну, Кир, ты такое еще не видел, да? Я называла их кроксы, но это не кроксы. Это просто обычные колошки за 900 рублей. Ой, вы там не думайте. Что, страшно? Ну, а пылесоси чисто должно быть? Как тут грязно. Доставали вот эту штуку. Кран. Холодильник, потому что взяли. Потому что, естественно, если мы сюда переедем, я, да? Естественно, холодильник, он необходим. И морозилки надо будет перевезти. Ну, морозилки ходят на первое время есть. Просто сюда стиралка еще вставится. И все. Вот. Но надо поменять проводку, потому что там вместо розеток идет удлинитель. Мало ли, замкнет еще что-то. Поэтому мы хотим, конечно, первым делом еще поменять проводку. Сейчас я пропылесошу. Мы в кухне, поэтому пока в обуви. Но я сейчас буду тут ныть, потому что это, конечно, не дело. Пойдемте там пылесосить. Ой, Таня, скажи, я сплю. Бедненький. Да. Сейчас и тут пропылесошу. Тут смотрели, что наверху, но там пусто. Получается, в этой кухонке одна комната жила. Хотя при желании можно и в коридорчике. Вот здесь. Ну, какая милота. Ну, какая между делом милота на фоне мусорки. А было две милоты, да? Полюбуйтесь, пожалуйста. Целый день спит. Ничего ему не надо. Целый день спит, да? О, тяжеленький становишься. Давай, давай. Забор опять сказали. Уже ночью теперь привезут. Все отдаляют. А вот вода. А, с пола хочешь, да? А, с пола, да. С пола хочу. Ну, значит, вот так делаем. Раз, и так хочется. Вот так и ешь, значит. Если вы хотите без бортиков есть. Игорь разбирает эту страшную штуку огневую. И вот в костер. А мы сегодня уж делаем. Теперь вот эту штуку. Вот, несут. У нас тут аисты летают. Вы в курсе? Такую. А что я вот держу? О, все. Сейчас. Операция Х. Оп. Чтоб горело, не дымило. Здравствуйте. Мы у вас заказывали забор на Ставрополь. Я просто сестра, но я заказчик. Я бы через брата просила. Да, и дело все в том, что, ну, допустим, вчера, я так понимаю, не получилось, да, из-за поломки машины. Дело в том, что мы уже третий раз звоним, и третий раз нам говорят, ну, через каждые два часа, что через два-три часа. Я уже своих рабочих задергала. Я просто сам. Я просто сам. Вы мне обошли, я перед вами извинюсь. Я просто мне звонил из Кисловодска, этот клиент. Это просто мы сегодня нам попался этот водитель, мы просто уже от безвыгодности уже взяли, говорили, ну, кого? Так, он еще не доехал до Кисловодска. Так он нам сказал два-три часа назад, что он уже выехал с Кисловодска. Как это получается? Ну, то есть мы каждый раз звоним, я своих рабочих постоянно, они уже наготовят. Ну, просто, я не знаю, у нас будет два человека, и смогут ли два человека это все выкрутить? Потому что я уже не в полночи, и если еще позже, я не смогу утро. Смогут, смогут. Понимаете, я переживаю больше, чем вы. У меня тут товар лежит, да, он не оплатен, ничего. Нам как потом узнать, нам... Он сам какой-то не очень, че этот, ну, это несерьезно. Ганя, это стройка? Да нет, нет, нет. Бывает, ты похвечиваешь. Бывает вообще ситуация, когда задерживают сроки. Не, ну вот он, третий раз мы звоним два-три часа, третий раз. Я начала уже матом, а Миша говорит, нет, нет, не говори ему, не говори. Слушайте, не говори. А этот и говорит, что он еще в Кисловодск не доехал. А тот, как будто он уже с Кисловодск. Как испорченный телефон, получается. Давай этого, а я там. Так, Юсуфа. Звонить будешь? Ну да, я че тут буду до трех ночи ждать? Алло, здравствуйте. Это водитель? Мы уже звоним. До этого мой брат звонил, просто я заказчик. Я хотела узнать, вы уже третий раз мы вам звоним, каждые два часа, вы говорите, через два-три часа вы приедете. Я позвонила Сергею, он сказал, что вы еще до Кисловодска не доехали. Вы можете нас ориентировать, нам до двух ночи, до скольки или до утра ждать, вообще вот просто мы не рассчитывали на это, мы уже и без рабочих, получается, останемся. Я уже приехал. Это вы где, что имеете в виду, в каком вы городе? В Кисловодске. И у нас вы примерно когда планируете быть? Один потом отсюда заберет, короче, и потом я приеду. Ну просто вы уже третий раз говорите, что через три часа, ну то есть уже, вы уже должны были быть час назад. Смотри, нам будут дороги, пробки есть, третофоры есть, короче, нет, два заказа было здесь, короче, один первый заказ, думаю, Кисловодский, короче, а второй заказ у была ваша, короче. Дюменки остановил, даешь до посту, короче. Ну как нам вас в полночь ждать или как вот? Если вы утром, я приеду туда, как получится? Утром вас сколько? Ну вечером, я приеду туда, короче. Давайте лучше, правда, утром, потому что мы уже устали, мы весь день ждали. У меня два заказа были, а с первого не знал, кто мне звонит, оттуда вы звоните, оттуда вы звоните, короче. Мы уже с ним поговорили, мы только, мы после вас ему поговорили и решили, что завтра с утра. Ну, ну понятно, это логичнее будет, просто я прошу прощения от петра нашей Костани, ну вот так вот получилось, ну честно, ну, моей времени нет, ну я как вот срок, я вот оперативно отправил, тут как бы не зря, его действительно с машиной, вчера все чутка была, там, она отправили, перевернут себя, а утром меня просто один парень подвел в силу, прошу прощения. Хорошо, хорошо, ничего, завтра получилось. Да, я просто сам, я... Все, давайте. Я на тебя, если что звоните, я на тебя звоню. Хорошо, хорошо, Сергей. Давайте, 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 давайте. Ребят, вы сами все слышали, мы сейчас собираемся, уезжаем. В 10-й час вечера, или в 9-й час. Посмотрим, завтра утром, если будет, мы приедем. Вот мы сегодня весь день потратили, просто были здесь, убирались, еще что-то и ждали забор. Через 2-3 часа, 2-3 часа, звонишь через 2-3 часа, говорит, через 2-3 часа. Уже на третий раз я просто взорвалась, говорю. Хозяйка, ты теперь дома? Дома теперь всегда живешь. Сегодня без воротника, скажи, ты себе нализала там? Или не нализала, скажи. Вот хозяйка дома себя чувствует лучше всего у себя дома. У нас дома у нее стресс, она из кухни вообще никуда не хочет выходить чаще всего. Мама говорит, ее домой, она тут себя неловко чувствует. Все собаки у нас орут, лают, да. Дедушки, 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 дедушки-спуськи в туалете сидели везде в ванной. Что это такое? А, это я случайно выдрал. Дай я поставлю. Так, вообще-то я пылесосила. Рэя забрала ванну, закрыла. Он, оказывается, скромный парень. Вы представляете, что Рэй это скромный парень. Я его жизни не поверю. Апа, выходи. На самом деле, очень скромный парень. Ой, скотчкин-собакин дом. Ну, так разбивает. Все, вот холодильник. Только вот так остудился. Теперь мы сможем здесь консервы оставлять, мясо оставлять, морозилки мясо оставлять. И вызвали электриков. Будем менять полностью проводку, потому что свет иной раз моргает. Там вместо розетки удлините. Ну, куда вставлять. Это очень небезопасно. Да, все, едем домой. Завтра операция у тебя. Да, я тебя не оставляю здесь, потому что операция в городе будет. Что-то не катать туда-сюда. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова